Приветствую дорогого зрителя на своем канале. Сегодня я ставлю в очередной раз укоренять петунию и покажу вам заодно в этом видео я попытался посеять семенами впервые потом петунии которые я уже рассадил. Я снимал видео про них ранее и скажу о методе укорнения в перлите и укоренять сейчас мы будем в торф таблетках. Торф таблетки замачивала с горячей водой, проделываю вот такие отверстия ножичком пластмассовым, скажу какие черенки лучше подходят для укоренения, которые быстрее укореняются, потому как и у самого опыт пришел не сразу. Маточный куст который я привез кто не видел прежде с дачи с осени. Вот смотрите он у меня стоял на окне вот отросточек внизу один я забираю верхний отросток раз смотрим что у нас в нем есть. В нем тут целая ветка, ее резать прям жалко, но мы вот так это возьмем. Кстати лучший результат у меня вот два стоят, появились именно из тех черенков которые были ну покрупнее скажем размером. Я удаляю нижние листочки, вот так даже вот это получится очень пушистое. Пока устанавливаю водичку сделаем на видео несколько штучек смотрим. Отрезаем до зеленого. Я отрезаю чтобы вот так, чтобы побег был молодым как вверху так и внизу это гарантия хорошего укоренения. Если отрежете побег с такой более твердой тканью с твойиком вот этим вот, то он как бы вам сказать я такие уже выбросил. В общем они не сгодятся. Низ будет становится такой тоненький и корешки потом правда появляются вот отсюда. Но за это время пока он пытается развиться он может погибнуть. Два вот таких я уже выбросил. И давайте третий отрежем. Отрезаем. И немножко я оставляю торчок, что из него может пойти еще побег. Возможно я даже этот маточный куст увезу, высажу на даче. Может быть на работе. Это еще будет видно, потому как на дачу мне таскать на теплоходе. Весной все это проблематично. У нас и рассада начинается и все на свете. Скоро начну снимать видео про рассаду. Смотрите также. Вот так. Виноград начали уже укоренять. Вот три череночка мы сделаем на видео. Низ я подмачиваю. Это у нас кот лазит. Корневин я храню, пересыпаю вот в такую емкость из-под таблеток. Это очень удобно. Вот так. Низ черенка опудриваю. Ставим. И обжимаем вот так. С двух сторон будет достаточно. Укореняются они легко. Ну, заметил, хризантемы укореняются еще лучше. Я вам сейчас покажу хризантему, которая у меня забутонилась. Я знаю, что надо удалять бутоны, но я вот одну ее оставил. Интересно, засветет ли она дома. Это хризантема мультифлора. Желтая у меня. Впервые такую вижу. Ну, в соцсетях выкладывал фотографию. Народ отписывается у меня в группе, что такое бывает. Ну, было у них, в смысле. И бутоны все отламывают. Я оставлю. Хочу посмотреть, как она засветет. Это вот она. Видите, уже сколько бутонов. Шаровидная хризантема мультифлора. Кто знает, а кто не знает, посмотрите, у меня на канале есть отдельный плейлист хризантемы астры. Посадка, размножение, уход. Итак, вот три штучки я установил. Ставлю. Заметил, в таком микро парничке они лучше и быстрее развиваются. Немного поливаю вот так, чтобы они уже впитали влаги, но я еще немного полью, потому как я вижу, что они не совсем. А это я прежде сделал. Разного размера и взял самые тоненькие. Но это будет у меня эксперимент отдельно. А в перлите, вот уже спустя почти две недели, я что хочу показать. Тоже укореняется. Вот низ, видим разбух. И вот-вот уже появятся корни. Он даже толще как-то, черенок стал. Ну, в тот раз я пробовал такие немножко одеревеневшие черенки. И начинают укореняться с того места, где переходит в зеленое. А одеревеневшие, как я говорил, вот видите, он тонкий становится. Прям тонкий. Вот его. Сейчас поближе покажу. Видно. Вот он тонкий. И твердый такой главное. А с того места, где зелененькое было, вот они уже распухли. И скоро будут корни. Закрываю и на солнечное окно. Там температура у меня 25-30 градусов. Позже я сниму про них возможно видео обзор. Хотя видео уже есть. Я стараюсь все делать так, чтобы у меня было все с результатами. И показывал вам предыдущие свои эксперименты. Также и на даче съемки провожу. Если я обрезал или обработал куст винограда, через неделю я делаю на нем какую-то другую операцию. И показываю, как он себя чувствует после предыдущей операции. Вот этим уже месяц назад я их ставил на укоренение. И видите, они у меня уже вот такие. То есть пол месяца назад. За две недели они укоренились. И спустя две недели я их пересадил прямо в торт с таблеточкой сюда. Спустя две недели я их пересадил в торт с таблеточкой сюда. И вот еще две недели прошло. Они у меня сейчас стоят на западном окне. Но стараюсь отодвигать подальше от прямых солнечных лучей. Ну, от паяющего солнца. Немножко, так сказать, они у меня стоят. Ну, не сильно освещаются. Потому начинают листья вять. Это еще сорт такой. У него листья тва немного другая. Чем у меня. Я сейчас покажу матышенька. Чем вот у этого. Она более упругая. И такая вот, пружинистая. И каждый день после работы прихожу прямо с пульверизатора. Обрабатываю просто водичкой комнатной температуры. Все хризантемы, петунии, розочки обрабатываем с пульверизатора. Создаем для них комфортные условия. Ну, и видите, самочувствие у них отличное. Возможно, даже они начнут свисти. Если начнут, я сниму обзор. И в мае они уже поедут у нас на дачу. А теперь, как обещал, из семян. Первый раз в жизни. Строго не судить. Это семена в гранулах. Я снимал видео. К сожалению, первоначальный файл я каким-то образом затерял. Много видео снимаю и, видимо, по запарке не подписал его вовремя и удалил за компанию с другими. Эти всходы, в общем, посев производился поверхностно. Небольшую ямочку, буквально на спичечную головку, даже меньше глубиной. Поливал прям кипятком с чайника торф-таблетки. Они набухли. И я тут же вкладывал, раскладывал семена. Взошли, вижу, не везде. Вот это всходит. Ну, большинство, большинство. Вот в этой половине все взошло. Здесь не вижу здесь, не вижу здесь, не вижу здесь. Ну, какие-то два у меня, по-моему, выпадали там, когда я сеял. Я тогда эксперименты проводил посевы семян разных культур. Томатов, там еще чего-то, перцев, баклажанов в кипятке. И их я тоже тогда снимал видео. В общем, это было месяц назад. Месяц назад я их высевал в кипятке, то есть, как сказал, закинул семочки. Они постояли с минутку, с две. Я их пальцем расшевелил, вот это само покрытие, чтобы оно побыстрее прорастало. Но прошло недели три, наверное, с лишним. И они не сходили. Я даже подумал, что семена бракованы. Ну, мало ли. И, в общем, не дождавшись сходов, я так, на всякий случай, с пульверизатора обрабатывал немножко. И приоткрыл уже крышку, и смотрю, раз, поближе к батарее подвинул, появились сходы. В общем, месяц, месяцы они зашли. Ну, конечно, я постараюсь довести их до конца. Я их досвечиваю светодиодной лампой. 18 ватт, кажется, она у меня. Я снимал видео про нее. Про штатив, как я делал. Тоже посмотрите, у меня есть на канале. Досвечиваю так, чтобы было 12, 12 с лишним даже часов. У меня розетка, таймер стоит. 12,5 часов. Она у меня досвечивается, и посмотрю, что с этого выйдет. Конечно, вот этот способ размножения мне нравится больше. Ну, заметно разницу. И уже точно знаешь, какие будут цветы. Уже уверен в цветке. И это у меня красивые расцветки. Там длинные-длинные названия, я их даже не выговорю. Одна на логотип Билайна похожа. На этом заканчиваю свое видео. Пишите комментарии. Есть вопросы, задавайте, я отвечу. А также можете писать мне ВКонтакте, в группу и в группу ВОДНОКЛАССНИКАХ. Подписывайтесь на мои группы ВКонтакте и ВОДНОКЛАССНИКАХ. Ссылки будут внизу в описании под видео. Спасибо всем огромное за внимание, кто досмотрел до конца. С вами был Александр, канал Клуб Судоводов Хабаровск. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok